Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 20 мая, Православная Церковь совершает память Святых Отцов Первого Вселенского Собора. Память Первого Вселенского Собора празднуется Церковью Христовой, с древнейших времен. Господь Иисус Христос оставил Церкви великое обетование, создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. В этом радостном обетовании находится пророческое указание, что хотя жизнь Церкви Христовой на земле будет проходить в трудной борьбе с врагом спасения, победа на ее стороне. Святые мученики засвидетельствовали истинность слов Спасителя, претерпев страдания за исповедание имени Христова, и меч гонителей склонился перед победоносным знаменем Креста Христова. С IV века прекратились преследования христиан, но внутри самой Церкви возникли ереси, на борьбу с которыми Церковь созывала Вселенские Соборы. Одной из опаснейших ересей было арианство. Арий, Александрийский пресвитер, был человеком безмерной гордыни и чистолюбия. Он отвергал божественное достоинство Иисуса Христа и его равенство с Богом Отцом. Ложно учил, что Сын Божий не единосущен Отцу, а сотворен Отцом во времени. Поместный собор, созванный по настоянию Александрийского патриарха Александра, осудил лжеучение Ария, но тот не покорился, и, написав многим епископам письма с жалобой на определение Поместного Собора, распространил свое лжеучение по всему Востоку, ибо получил поддержку в своем заблуждении от некоторых восточных епископов. Для расследования возникшей смуты святой равноапостольный император Константин направил епископа Осию Кордубского и, получив от него удостоверение, что ересь Ария направлена против самого основного догмата Христовой Церкви, решился созвать Вселенский Собор. По приглашению святого Константина в город Никею в 325 году собрались 318 епископов, представителей христианских церквей из разных стран. Среди прибывших епископов было много исповедников, пострадавших во время гонений и носивших на телах следы истязаний. Участниками собора были также великие светильники церкви святитель Николай, архиепископ Мирликийских, святитель Спиридон, епископ Тримефунский и другие, почитаемые церковью, святые отцы. Александрийский патриарх Александр прибыл со своим диаконом Афанасием, впоследствии патриархом Александрийским, названным Великим, как ревностный борец за чистоту православия. Равноапостольный император Константин присутствовал на заседаниях собора. В своей речи, произнесенной в ответ на приветствие епископа Евсевия Кисарийского, он сказал, «Бог помог мне низвергнуть нечестивую власть гонителей, но несравненно прискорбнее для меня всякой войны, всякой кровопролитной битвы и несравненно пагубнее внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Арий, имея своими сторонниками семнадцать епископов, держался гордо, но его учение было опровергнуто, и он отлучен собором от Церкви. А святой диакон Александрийской Церкви Афанасий в своей речи окончательно опроверг богохульное измышление Ария. Отцы собора отклонили символ веры, предложенный арианами. Был утвержден православный символ веры. Равноапостольный Константин предложил собору внести в текст символа веры слово «единосущный», которое он часто слышал в речах епископов. Отцы собора единодушно приняли это предложение. В никейском символе «святые отцы» сформулировали апостольское учение о божественном достоинстве Второго лица Пресвятой Троицы – Господа Иисуса Христа. Гересь Ария, как заблуждение гордого разума, была обличена и отвергнута. После решения главного догматического вопроса собор установил также 20 канонов, то есть правил, по вопросам церковного управления и дисциплины. Был решен вопрос о дне празднования Святой Пасхи. По становлением собора Святая Пасха должна праздноваться христианами не в один день с Иудейской и непременно в первое воскресенье после дня весеннего равноденствия, который в 325 году приходился на 22 марта по старому стилю. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, которое совершилось в 351 году, а также память святых, мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобных Иоанна Зидазнийского и учеников его. Совершается обретение мощей преподобного Нила Мироточивого Афонского, а также совершается празднование иконам Божьей Матери, Челнской и Псково-Печерской, именуемой Умиленье, Любеческой, Жировицкой. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезименитства. Пусть всемилостивый Господь по молитвам Ваших небесных покровителей дарует мир, тишину, здравие и спасение. Будьте Богом хранимы! Многое Вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова